Христова. С Орловского. Пруга. Бывает раз в жизни вообще такое событие, попасть в главный храм. Именно этот праздник, это и есть то самое чудо, в которое надо верить и которое мы так все с нетерпением ждем. Что-то после нас останется, что мы не просто так все здесь находимся на этой земле. Патриарх Кирилл и священнослужители в Белоснежном. Это отклик библейского сюжета, где ангелы возвестили миру благую весть. Позже одеяния сменяются на красные. Такими же цветами украшены иконы. И в убранстве храма, и в одеяниях прихожан этой ночью главенствует белый и, конечно, красный цвет. Символ крови, пролитой Христом, и торжества новой жизни над смертью. По многолетней традиции храм Христа Спасителя посетил президент. Он преподнес предстоятелю Русской Православной Церкви пасхальное яйцо. На службе и морстолицы Сергей Собянин. В руках у верующих свечи зажжен на частицы благодатного огня. Его доставили спецбортом в аэропорт Внуково и отправили во все уголки страны. Одну из лампад к началу богослужения доставили и в храм Христа Спасителя. Патриарх Кирилл перед началом службы отметил, что на протяжении истории огромные силы образались на уничтожении христианства, но не достигли успеха. Человек не способен стереть наследие Спасителя. Я хотел бы всем вам, мои дорогие, пожелать сил душевных, телесных, способности преодолевать трудности, в том числе и с упованием на волю Божию. Я хотел бы всем пожелать любви, мира, благополучия в семьях, в трудовых коллективах, чтобы люди, общаясь друг с другом, обогащали друг друга, радовались общению и по мере возможности исключали из этого общения все то, что может ранить друг друга. В море вера и надежды этой ночью по каплям вливались в прихожане крохотных деревенских приходов и крупных соборов, куда непременно шли целыми семьями, живой цепью, что на протяжении веков скрепляет память народа. Это возрождение природы после зимней спячки, после Великого Поста. Это праздник семьи, добра семейного, уюта. Должна быть преимущественность поколений. Если мы этого ребенка не научим, его никто не научит. Этот урок кому-то пришлось давать в одиночку, пока защитники семьи выполняют свой долг. Молимся о нашем воине, хотим, чтобы он передался живым к нам, здоровым, чтобы был мир на земле и поменьше болезней. Как много мы молимся за тех, кто сейчас находится на передовой. У нас есть дети, у нас есть внуки, у нас есть будущее. И ради этого будущего мы должны жить дальше. И с верой в сердце, и с верой в душе. На долю верующих действительно давно не выпадало таких испытаний духа. Поэтому и привычные пожелания, что произносят из года в год, в этот раз звучали по-новому. Будьте добрее люди друг к другу. Цените чувства друг друга. Не обижайте по пустякам. Все мысли нуждающихся и тех, кому эта помощь нужна сейчас больше всего. Патриарх Кирилл в своем видеообращении к верующим призвал помочь пострадавшим в зонах конфликтов. Чем сейчас занимаются сестры милосердия, священнослужители, добровольцы. Пасхальную неделю будет проводиться специальная общественная акция, фестиваль дарения. Этот проект позволит каждому желающему поделиться своей пасхальной радостью с другими людьми и помочь нуждающимся. В эти святые дни желаю вам неиссякаемой духовной радости, здравия, мира и укрепления в вере. Пасхальные радости у многих начались сразу после ночной службы, когда пали ограничения Великого Поста и пришло время разговеться за праздничные трапезы с крашенными яйцами, куличами и творожными пасхами по семейному рецепту. И, конечно, сокровенными словами, что больше двух тысячелетий облетают планету и вселяют надежду в сердца миллионов верующих. Христос воскресе! Христос воскресе!